всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели и давайте перейдем сразу к первой новости ну а первая новость должна обрадовать тех кто связан с электронной музыкой и в первую очередь диджеингом а именно битпорт вы наверняка знаете что это такое официально запустился в россии то есть да кто-то спросит что уже треки выходит и через битпорт мы давно заходим и всем пользуемся но так или иначе не было официальной поддержки битпорта ну точнее скажем так что битпорт не присутствовал на русском рынке именно на внутреннем то есть не было ни представительства не было никаких то взаимодействий потому что я напомню что битпорт это что-то типа такой социальной сети для диджеев и для электронных продюсеров для лейблов кто занимается электронной музыкой потому что ну это не просто какой-то стриминг и что-то типа того то есть это такая некая социальная сеть где люди обмениваются музыкой авторской музыку уникальной музыкой диджеи собирают свои плейлисты для миксов дальнейших и так далее то есть это прям такой полноценный полноценной комьюнити можно сказать и сейчас она официально пришло в россию то есть со всеми вытекающими из этого последствиями типа официальных telegram чатов официальной группы вк с поддержкой медийной в том числе то есть это будут какие-то и коворкинги то будут организовываться всякие стенды на фестивалях какие-то образовательные программы поэтому следите за новостями если вам интересно вот эта вся движуха и вообще вы скажем так участвуете в мире отечественного диджеинга и развитие электронной музыки уверенно вам будет полезно вот узнать чтобы битпорт теперь официально в россии и возможно использовать это уже для своей карьеры и для своих каких-то дальнейших действий и для привлечения новой аудитории и в том числе взаимодействия с новыми коллегами причем по всему миру потому что опять же битпорт это общая международная скажем так сеть она никим образом здесь не локально отделенные в россии поэтому это все та же глобальная сеть просто плюс с официальной поддержкой внутри нашего рынка так что переходите по ссылке и смотрите как обновился битпорт ну а следующая новость порадует тех кто работает с записью в полевых условиях например как это делали группы в 70-х 80-х используя многодорожечные рекордеры кассетные и записывая себя вот такие некие демки с помощью там нескольких источников звука так вот этот экспириенс можно перенести в наше время в 21 век и уже в можно сказать 2022 год наступающий и поможет вам в этом компании zoom с их новым девайсом новой порта студии кто называется r20 zoom r20 и это представляет из себя такой девайс все в одном то есть по сути такой реинкарнация новой порта студии который предлагает вам восемь входов аналоговых которые вы можете использовать для подключения микрофонов чтобы записать барабаны например у себя в гараже где-нибудь или на даче допустим потом же туда же используя эти входы можно поверх записать гитары за бас вокал внутри про то студия поддерживает до 16 дорожек то есть там встроенный секвенсор и по сути там есть дисплей специальный сенсорный по сути вы прям работы как будто это звуковая карта объединена вместе с секвенсором все в таком одном общем девайсе и кстати это про то студии естественно может работать как звуковая карта то есть вы можете подключить к любому компьютеру по usb и она будет выступать соответственно как восьмиканальная звуковая карта с четырьмя выходами то есть довольно здорово удобный аппарат я уверен что многим пригодится суме кто любит записывать в полевых условиях например выходить на природу и там записать какой-нибудь лайв концерт не знаю где-нибудь или кто работает с видео продакшеном тоже бывает часто нужно записывать много разных источников звука тоже в полевых условиях и опять же так как там есть все-таки встроенная память и поддерживаются карточки естественно расширение sd до 1 терабайта то есть вы можете использовать ее прям как такой полноценный компьютер заточены непосредственно под запись звукового материала и для простейшего редактирования то есть этот секвенсор который встроен внутри он собственно тоже позволяет делать основные моменты таких перетаскивания обрезка копирования и так далее поэтому довольно интересный девайс поступит в продажу в начале следующего года и будет стоить порядка 400 долларов что довольно бюджетно в общем переходить по ссылке в описании и читайте про этот девайс а следующий девайс в нашей рубрике новостей уже заточен для использования в студиях но правда небольших а тоже довольно компактных для тех кто работает с довольно ограниченное количество дорожек но кто хочет полностью погрузиться вот в этот опыт работы с микшером с полноценным аналоговым микшером и я сейчас говорю о новой такой скажем гибридной консоли тире звуковой карте от компании ssl который называется big six и представляет она себя такую мини консоль состоящую из четырех каналов четыре из которых моно и четыре из которых стерео то есть всего 12 каналов но 8 фейдеров то есть вы можете взаимодействовать вот с этим с этой консолью и по сути там есть встроенные предусилители особенно на первых четырех каналах на моно и также есть встроенный компрессор sslg который довольно популярен для обработки барабанов например ну и тоже вокал то есть там такой классический весе и компрессор и здесь он тоже есть то есть это полная схемотехника и как заявляет разработчики этот девайс вот именно заточен под такой гибридное использование то есть естественно вы можете купить несколько модулей их объединить у вас будет больше дорожек там есть такая возможность но в первую очередь это такой некий за все-таки аудио интерфейс но с возможностью вот этой тактильного experience по работе со звуком поэтому очень рекомендую посмотреть если вам такой вообще подход интересен но цена конечно же ну скажем так не совсем бюджетная порядка 3000 долларов но девайс довольно надежный и классный и передает такой может быть уникальный опыт взаимодействия с консолью так что если вам интересно приходите по ссылке в описании с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсора logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке но после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику группа энтузиастов запустила довольно интересный сервис называется окта сэмпл и представляет из себя что-то такое гибридное между сплайсом и бит тарет трекером то есть да все мы знаем что такое торренты или торренты кому как удобно конечно же каждый из них каждый пользовался я уверен чего уж скрывать но так или иначе разработчики этой истории они решили все-таки использовать во благо скажем только то есть они конечно же против пиратства они вовсе это сделали не для черного рынка обмена сэмплов лупов и так далее они просто решили сделать такой скажем так бесплатный открытые такую некую открытую можно назвать социальной сетью но по сути как сплайс где каждый энтузиаст может выкладывать свои лупы может скачивать лупы других энтузиастов то есть там могут лупы сэмплы эта программа работает только свои файлами то есть вы нельзя нельзя то картинки загрузить или видео то есть это будет именно такой некий файлообменник основанные вот на принципах работы бит тарен трекер то есть нету никакого единого сервера или какого-то единого центра через который будут проходить все данные все будет храниться на компьютерах пользователей специальных папках ну собственно как и торренты и просто будет обмениваться то есть вы задаете вот у вас есть какой-то набор сэмпл паков может быть сами записали например какие-то лупы на гитаре или перкуссию и хотите их вот раздать в открытом пользовании чтобы люди другого конца планеты пользовались вашими зарисовками в своих композициях и вот собственно на это и рассчитывают энтузиасты кто запустил этот сервис что вот именно таким образом будут способствовать творчеству людей чтобы они не тратили там время деньги на поиск нужной сэмплерной библиотеки а мы все знаем что это сложно потому что ты берешь какую-нибудь библиотеку и там как правило только два-три лупы тебе пригождаются все остальное просто мусор поэтому они решили это собственно поправить ну скажем так вмешаться во всю эту индустрию обмена лупами и сэмплами и еще раз повторюсь они конечно же разработчики против активно чтобы туда кто-то выкладывал какие-то чужие лупы или чужие какие-то материалы и как сами разработчики говорят что они будут стараться это все пресекать то есть опять же за всеми уследить конечно же невозможно но если какой-то правообладатель найдет какое-то нарушение авторских прав вот эти энтузиасты то есть кто-то стоит за разработкой они всегда готовы прийти на помощь и собственно помочь с выявлением нарушения авторских прав и удалением такого контента и я думаю что и пользователя в том числе но так или иначе интересная идея посмотрим как это будет ли это развиваться и будет ли это вообще поддерживаться просто мы все с вами знаем что подобные сервисы они конечно же держатся не за счет разработчиков не за счет каких-то удобств а в первую очередь за счет пользователей поэтому если пользователей не будет или будет мало или там все это превратится в какую-то просто помойку из сэмплов и звуков то конечно же популярность такого сервиса будет под сомнением но будем следить за новостями компания штайнберг выпустила бесплатную библиотеку slow fight piano если вам это интересно то все внимание сюда причем не обязательно быть пользователем кубейс и вообще любой продукции штайнберг потому что эта библиотека поставляется в рамках сэмплера галеон который собственно разработка штайнберга то есть это не для контакта или еще для чего-то именно для галеона но хорошая новость в том что есть бесплатная версия галеона с е которая доступна вообще для всех юзеров и в разных секвенсорах не обязательно в кубейсе поставляется в разных форматах в ст аудио юнис и так далее поэтому вы можете скачать бесплатную версию этого сэмплера галеон и с е и установить ее к себе в свою рабочую станцию в чем бы вы не работали где бы вы не работали на mac или на писи и соответственно скачать эту библиотеку бесплатно которая поддерживается вот этим сэмплером так что опять же если вам интересно лава и пиана если вам интересного такие звуки и вы работаете вообще с луфой музыкой то переходите по ссылке в описании скачивайте галеон и скачивать эту библиотеку надеюсь она вам пригодится ну что ж на этом наш выпуск 32 выпуск кубец подходит концу и это последний выпуск в 2021 году так что мы с вами увидимся в рамках quick news уже только после нового года скорее все это будет числа 9 но посмотрим так или иначе это был отличный год опять же пишите в комментариях как вам собственно рубрика quick news как вообще вам наш канал logic pro help все пожелания все новогодние поздравления вообще все 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 я всегда рад слышать видеть и в комментариях и в нашем telegram чате если вы еще не там и за весь год моих агитаций вы еще не вступили прошу вступайте там нас уже очень такое классное комьюнити собралось профессионалов музыкантов начинающих всех кто обмениваются опытом вопросами мы там обмениваемся каким-то инсайтами и от помогаем разобраться с лоджиком и с плагинами и много много с чем еще так что приходите если вы еще не там и вас там ждем я там также всегда на связи всегда рад от всем ответить помочь поэтому не теряйтесь переходите также прям сейчас по ссылке в описании просто заполняйте форму вам придет ссылка приглашение и вы таким образом вступите в наш закрытый клуб и там помимо telegram чата еще много всяких плюшек и полезности для наших вновь вступивших членов клуба там и есть и пресеты и плагины и темплейты в общем много чего интересного так что переходите не теряйтесь оставайтесь с нами на связи потому что мы с вами увидимся в следующем году и мы для вас готовим с лоджик проход много чего интересного в том числе и на youtube канале так что оставайтесь с нами обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы ничего не пропускать не в этом не в следующем году от меня получать все новые видео уроки видео ответы на ваши вопросы и собственно quick news и также мой видеоблог и здесь еще много чего будет но а вам я хочу пожелать успехов успехов в наступающем 2022 году и мы с вами увидимся после нового года всем отличных праздников шикарного настроения перед новогоднего с вами был дмитрий урсул всем пока